Я 72-го года занимаюсь инвалидами, в 86-м стал, сам по несчастью, был несколько лет парализованный, инсульты, инфаркты и прочее. И глядя на инвалидов, которые получат инвалидность, или вот люди старшего поколения, как мы в золотой век, 60, ну ленивый такой образ жизни, они сами себя убивают, это однозначно. Что не убивает, то делает нас сильнее. Это на своем опыте доказывает 67-летний пенсионер из Ангарска. Летом прошлого года Александр Варенков прошел 5000 километров от Байкала до Москвы. А в этот раз назло всем опасениям он поставил цель – проплыть 4000 километров по рекам Ингаде, Шилке и Амуру. Говорит, реки обмелели так, что дно животом чувствуется. Хорошо, что они ветки по течению. Я по ними просто скольжу. Я ощущаю вот это одно. Именно из-за мелкоты. Вот это было препятствие, и это было очень-очень трудно проходимо. Течение раздваивается. Прижим вправо, через пять метров влево. Баул у меня тянет сюда, мне надо туда. Каждый день пенсионер проводит по 10 часов в воде, ночует на берегу, а утром снова в дорогу. В города и деревни заходит пополнить запасы. В багаже спортсмена водолазный костюм, сменная одежда да продукты на несколько дней. Все упаковывает в непроницаемый мешок и плывет по течению. Что интересно, животные, которые встречаются по пути, его не замечают. Заяц, на что трусливое существо, выскочил. Мне рукой до него дотянулся, я притормозил ноги вперед. Он ноль внимания на меня попил и убежал. Медведица стояли, купались, я думал, может подплывут, поздороваемся, но они около бережка, я метров 20 от них. Это сейчас он может дотянуться до зайца, а в 36 лет его сковал паралич. Надежды на движение не было. Будучи профессиональным гимнастом, Александр Владимирович начал представлять, как выполняет опорный прыжок. Пытался почувствовать каждую мышцу, и организм его услышал. Пенсионер начал шевелить ногами. И вот добрался до Благовещенска. Как только решатся правовые вопросы, он вновь отправится в путь. Своим походом он хочет доказать врачам, что полностью парализованный человек может встать на ноги и сделать даже больше, чем здоровый. А уставшим от болезней людям напомнить, что жизнь на самом деле в движении. Марьяна Геворкян, Константин Волков, Амурское областное телевидение.